Всем привет! Меня зовут Ксения. Сегодня я расскажу вам, что такое каналы продаж. Один мой знакомый, хозяин рекламного агентства, взял как-то на работу специалиста по продажам. Тот обещал агентству горы прибыли и миллионные контракты. Время шло. Продажник, великий комбинатор пропадал на встречах, уверял, что вот-вот и деньги хлынут рекой, но ни рубля не поступило в бюджет агентства. Спустя два месяца работы все поняли, что ни встреч, ни миллионных контрактов, ни совести у продажника не было. Был только хорошо подвешенный язык. Болтать мы вас не научим, но зато объясним, что такое каналы продаж, зачем они нужны и как самостоятельно определить их эффективность. Эффективный канал продаж дает стабильный приток целевой аудитории к вашему продукту, часть которой наверняка пополнит вашу клиентскую базу и принесет доход. Соответственно, эффективный канал продаж – это стабильный доход стартапа. Канал продаж эффективен, когда в нем сходится юнит экономика. А юнит экономики читайте в нашей базе знаний. Если канал приносит больше денег, чем вы потратили на работу с ним, значит он эффективный. Например, если трафик на сайт идет через социальные сети и количество покупок с этого трафика превышает затраты на ведение социальных сетей, значит стоит и дальше работать с социальными сетями. Настройка каналов продаж и юнит экономика в них – обязательный этап, если вы хотите понять, работает ли ваш стартап и можно ли его масштабировать. Канал продаж – это путь, по которому информация о товаре или услуге доходит до потенциальных потребителей, в конце которого совершается покупка. Например, вы продаете косметику. Каналом продаж может быть аккаунт в инстаграм или ютубе, где популярен визуальный контент и вы можете показать, как пользоваться вашей косметикой. Эффективный канал продаж не только привлекает новых клиентов, но и удерживает старых, поддерживая стабильный доход. Вернемся к инстаграм. Новые подписчики приходят на страницу через рекламу или участвуют в конкурсе, а старые получают регулярный контент и новости бренда, тем самым стимулируют интерес к новым продуктам. Джефф Безос, основатель Amazon.com, сказал, «Бизнес может зайти в тупик, если сосредоточиться не на покупателях, а на конкурентах. Вам нужно определить, что хотят покупатели и как им это дать». Маркетолог – это специалист, который занимается изучением потребностей рынка, вопросами ценообразования, созданием нового продукта, выведением товара на рынок и анализом конкурентов. В зависимости от задач маркетологи разделяются на маркетологов-экономистов, менеджеров продукта, ивент-менеджеров и т.д. Специалист по продажам занимается прямыми продажами продукта или услуги, ищет клиентов, ведет переговоры, знает их потребности, определяет эффективные каналы продаж, выстраивает процесс продажи. Условно можно сказать, что маркетологи занимаются поисками организации каналов продаж, а продажники работают в этих каналах. Рассмотрим первый. Социальные сети. Это продвижение продукта через аккаунт бренда. Это может быть блок о продукте, новости бренда, таргетированная реклама. Социальные сети повышают узнаваемость, делают продукт ближе к аудитории. Аккаунт может ввести на сайт для покупки, делать лиды или быть основной торговой площадкой. Сайт лендинг. На таком сайте содержится вся основная информация о продукте и компании. Здесь продукт можно купить или оставить заявку на покупку. Далее имейл-маркетинг. Рассылки по почте. Письмо с новостями от бренда, акциями, новинками магазина или полезным контентом. Холодные и горячие звонки. Холодные звонки, когда вы звоните потенциальному покупателю в первый раз и только нащупываете поле для сделки. А горячие звонки, когда клиент уже готов купить продукт и вы звоните, чтобы закрыть сделку. Баннеры в интернете. Это рекламное изображение, по которому можно перейти на сайт продукта. Баннеры бывают разных размеров. Могут быть статичным изображением, анимированным или интерактивным. Также реклама в СМИ. Печатная реклама в журналах, газетах, баннеры на сайтах. Также есть специальные проекты. Это когда вы создаете материал вместе с редактором. Он интересен аудитории СМИ, но помечен специальной плашкой «Рекламный материал». Ну и, конечно же, сарафанное радио. Довольные клиенты с радостью посоветуют ваш продукт. Делайте его на совесть и будьте терпеливы. Потребители сегодня активно делятся в социальных сетях информацией о продукции и услугах компании. Сарафанное радио экономично и эффективно в привлечении новых покупателей. Мы перечислили наиболее популярные каналы продаж, но кроме них существуют еще и сотни других, которые вы можете найти и протестировать на своем продукте. Когда у вас готов MVP, Minimum Viable Product, минимальный жизнеспособный продукт и определена целевая аудитория. Проще говоря, когда есть работающий прототип и вы четко сформулировали, кому продаете продукт. Ориентируйтесь на свою сферу. Если вы, интернет-магазин одежды, используете каналы продаж, эффективные для интернет-магазинов вашего сегмента. Проанализируйте ваших самых успешных конкурентов. Как они привлекают клиентов, какие каналы продаж используют и как активно это делают. Если у вас новый или уникальный продукт, исследуйте конкурентов, торгующих товаром-заменителем или смежной области. Да столько, сколько можете себе позволить на этапе развития вашего стартапа. Главное, не используйте канал продаж ради канала продаж. Он должен быть полезным, работать на вашу целевую аудиторию и приносить прибыль. Вопрос. Как понять, что канал продаж эффективен для вашего стартапа? Варианты ответа. Первый. Канал продаж популярен на рынке. Второй. В канале продаж сходится юнит экономика. И третий. Канал продаж дорогой, а значит эффективный. И второй вопрос. Когда нужно определить канал продаж? Варианты ответа. Первый. Когда есть готовый продукт. Второе. Как идея появилась, так сразу. Третье. Как есть минимальная версия продукта и определена целевая аудитория. Подумайте и напишите, какие два канала продаж наиболее подходят вашему стартапу. У вас все получится. Не сомневайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...